Жаркая погода, которая наконец пришла в Подмосковье, потянула людей на природу. Палаточные городки с мангалами и шашлыками – картина, которую можно увидеть возле каждого водоема. Однако не все умеют отдыхать правильно. Пикник на природе может закончиться печально. Эта минполоса от стекла, от пожара, он уперся в нее. А вот сам источник возгорания, место отдыха, которое молодежь, я считаю здесь, потому что я много пила здесь. На территории Орехово-Зуевского района много торфяников, поэтому очень часто пикники на природе заканчиваются вот так. Плохо затушены костеры, всего через пару часов лес начинает гореть. Остановить возгорание на торфяной подушке трудно, а лесным пожарным приходится проливать его несколько часов. Поэтому в лесах проходят рейды, в ходе которых проводятся разъяснительные беседы с отдыхающими и фиксируются нарушения. Нарушение с вашей стороны было для людей. А тут нельзя сидеть? Сидеть, сидеть. Открытый костер нельзя сжигать. Отдых студентов был подпорчен. Костер не был ничем огорожен. Даже небольшой порыв ветра может привести к неконтролируемому пожару. Первым делом ребят просят затушить костер, после чего составляют протокол. 5000 рублей тоже, статья 832, часть третья, за костер, заведение костра. Разъяснительную работу провести. Но если человек уже нарушил, как он по-любому, так же как везде, вот и сжигать административное правонарушение. Стоит отметить, что жители стали более внимательны к разведению костров в лесу. Павел и Александр тому пример. Огонь разведен в мангале. Мангал находится на песке, вдали от деревьев. Кто вас научил пользоваться мангалом? Сами очень. Сами? А где, видели, где читали, что надо заводить на песке? По словам лесничих, если еще несколько лет назад туристы могли уехать из леса, даже не потушив за собой кострище, то сейчас, прежде чем развести огонь, его окапывают и ставят рядом канистру с водой. Однако замечания со стороны лесной охраны все равно есть. Например, в этом лагере костер хоть и окопан, но находится вне мангала, что категорически запрещено. Так что за костер придется наказательство. У нас на территории района действует особый противопожарный режим. В лесах костры разводить запрещено. Но вот как уж в крайний случай, в приспособленных местах, в мангалах костры разводить можно. В приспособленных. А если говорить точнее, то закон запрещает разводить костры даже у вас на личном участке, где вы хотите что-то там сжечь. Такие случаи, когда свой участок начинает человек что-то сжигать и сгорает соседний участок. Это очень часто бывает. Однако всем понятно, что люди ходить на пикники не перестанут. Задача лесничих – научить, как правильно это делать. Иногда приходится воспитывать рублем. Еще один бич лесов – это мусор. Стихийные свалки возникают повсюду. Каждый год в местах отдыха людей проходят субботники. Но уже через месяц навалы снова растут. Люди отдыхают, сами мусорят, и сами же в этом мусоре отдыхают. Между этого мусора. Это не отдых. Наша задача – приучить наших гостей, жителей, для того, чтобы обеспечивали порядок, жили цивилизованно и отдыхали цивилизованно. Вот для этого мы рейды и проводим. Мусор в лесу самовоспламеняется. Оставленная бутылка может превратиться в лупу. А из уроков физики мы знаем, что это может стать причиной пожара. В свое оправдание отдыхающие часто приводят один и тот же аргумент – поблизости нет мусорных контейнеров. Однако это не так. На выезде практически везде есть мусоросборная площадка. Нежелающих цивилизованно отдыхать заставят платить штраф в 5000 рублей. Рейды лесной охраны будут проходить ежедневно. Особо усилено – в выходные дни. Нормально все это?